всем привет продолжаем изучать spring и сегодня у нас вот такая тема работа по расписанию работа по расписанию смотрите email и мы отправлять умеем и в принципе нам может быть понадобится это осуществлять по расписанию то есть это такая классическая задача классическая задача которую нужно уметь решать что нам для этого нам нужно нам нужно продолжение я продолжу работать с тем же с тем же либо вы можете с нуля 10 ничего особенного не нужно будет мы емейл отправлять не будем а просто просто сделаем все в консоль кому интересно потом может 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 начать карьеру профессионального спамера но это без нас без меня окей 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 что нам нужно нам нужно для начала создать какой-нибудь файл какой-нибудь класс который будет ответственен за работу по расписанию предлагаю назвать его worker worker скидал 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 окей создали теперь нам нужно создать методы которые мы хотим чтобы осуществлялись по расписанию public void вот потому что мы будем в консоль все это дело выводить назову run run first и сразу создам секунд 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 что бы продемонстрировать мне как проheim ذравительную разницу и так так и так и так пишу себе сам сай orang т.р л стр Старт. И... Так, здесь напишу Second. Second. Окей. Теперь нам нужно пометить эту аннотацию скинул. То есть все очень-очень банально и все очень-очень просто. Так, теперь идем и теперь идем само-само-само-само-само аннотацию скинул и смотрим какие варианты, какие варианты у нас предоставляются. Здесь можно выделить 4-4 ключевые вещи. Это initial delay, то есть время задержки после... Вот наше приложение стартануло, мы ждем какое-то время и затем начинаем нашу работу по расписанию. Потом у нас есть fixed rate и... и... fixed delay. И... 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 к ним еще можно, можно, можно их реализовать, то есть параметры передавать в виде стринга. То есть мы будем передавать... Хотя давайте сделаем так и так. То есть, допустим... Так-так, давайте произведем initial delay, допустим, одну секунду сделаю, а... fixed, fixed delay, fixed delay. Давайте через стринг сделаем и 5 секунд. Окей. И теперь сделаем здесь... Давайте без initial, а просто fixed. Fixed. Только там мы сделали delay, и, соответственно, мы сделаем rate. Окей. И... 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 Давайте... Давайте тоже 5 секунд. Зачем мне 5 секунд, чтобы было очевидно, очевидно разница. Сейчас мы ее начнем разбирать. Разбирать, разбирать. Но перед тем, как начнем все это дело тестировать, нам нужно завершить, завершить основные приготовления. Во-первых, нам нужно пометить, что это у нас компонент, что это какой-то у нас бинт, да, у которого есть вот такие задачи, которые нужно выполнять и... 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 в главном методе, в главном методе, в главном классе. Так. Нам нужно enable schedule. То есть... Помните, мы, когда занимались осинком, да, мы писали аннотацию enable осинк. Что делал enable осинк? Он, по сути дела, нам поставлял какой-то экзекьютор, в который мы поставляли те задачи, которые мы хотели бы, чтобы выполнились осинхронно. То есть какой-то экзекьютор. И enable schedule делает то же самое. Чуть позже мы настроим, как мы это делали с осинком. Чуть позже мы настроим. А теперь давайте, давайте исследуем разницу. Смотрите, смотрите. Так. Давайте... Так. Первый у нас что у нас? Fixed Delay. Давайте читаем. Fixed Delay. Анотация, да, выполняется у нас фиксированный период между... 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 то есть самая обычная такая работа. Что... то есть что мы здесь ожидаем? Ожидаем. Давай. Чтобы очень хорошо понимать разницу, давайте я сразу заведу int переменную. Дам ей стартовое значение. инкрементирую ее. Так. Здесь я поставлю thread. Так. Я уснуть хочу. Я хочу уснуть. Я хочу уснуть на 5 секунд. и мне нужно бросить interrupted exception. Окей. Теперь все окей. И давайте все это дело тестируем. Что мы ожидаем? Мы ожидаем, что вот этот метод будет, во-первых, запускаться согласно нашему расписанию. Во-первых, стартует наше приложение, пройдет 1 секунда, начнется выполнение, отпечатается строчка 2. Потом будет будет ожидание в 5 секунд, да, отпечатается новое значение. Так. Здесь я напишу finish, чтобы явно было. Finish. Вот наше новое значение 2. И затем мы ждем 5 секунд, 5 секунд. И только затем вот эти 5 секунд снова запускается этот метод. Давайте. Давайте запустим и увидим это все. Все наглядно. И, и, и. 4, 1, 2, 3, 4, Раз, два, три Четыре, пять Раз, два, три, четыре То есть понимаете, да, разницу? Ой, разницу вы еще не понимаете Понимаете, как работает То есть запускается Ждем, вот здесь мы засыпаем на пять секунд Затем ждем пять секунд И снова То есть, по сути дела, вся работа у нас Осуществится за десять секунд За десять секунд Чтобы перейти к следующей К следующей итерации Окей, остановим И, и, и Посмотрим, посмотрим, что у нас Делает FixedRide Он работает несколько по-другому Поэтому, поэтому я Вот и так И завел Так, так, так Опять надо бросить Interrupted Бросили, бросили И здесь напишу Second Смотрите, что здесь написано Что здесь написано Выполняется аннотированный метод С фиксированным периодом Между, между, вызовами Между, вызовами То есть Вот это, кстати, мы сделаем чуть позже Между, между, вызовами То есть, то есть, то есть Что имеется в виду Смотри, вот метод запустился Пять секунд мы ждем Но вот эти пять секунд Вот как вот здесь вот, да Дополнительно Мы ждать не будем Потому что, почему? Потому что время Тут считается между вызовами Между вызовами То есть, был, смотрите Первый какой-то вызов И от него мы Вот от этого вызова, да Первого Мы ждем вот эти вот Пять секунд И затем второй вызов Но, 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 но Давайте здесь даже сделаем Шесть секунд Здесь вот это время Оно уже вот это время Это пять секунд Вышло И поэтому следующая задача Она запустится моментально Не в отдельном процессе Здесь Одна задача Она Скажем, выполняется повторно То есть Можно сказать Как будто бы Рекурсивно Вот таким вот образом Давайте продемонстрируем Чтоб это было явно Чтоб это было явно Упс-упс Я хотел Подождите Подождите Вот это я хотел Закомментировать Установлю И по новой запущу Вот смотрите разницу Вот Вот пятая Пятая Пятый раз заполнил Финиш И моментально Моментально Стартует следующее Следующий вызов Сейчас смотрите Финиш И моментально Следующий Потому что вот время Вот это вот Между первым и вторым Оно уже давно Стекло И этот метод Он готов К выполнению Следующей Следующей Вот Вот такая Разница Теперь вернемся К пропертям Которые я вам Хотел показать Пропертям Пропертям То есть вместо того Чтобы писать Вот здесь вот Жестко Вот так вот В коде прописывать Мы все же Это обычным делом Будем прописывать Проперти То есть вот Я вот предлагаю Schedule Work И остановить время А затем 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 Просто Просто Использовать Это значение Как мы можем Его использовать Вот таким Вот Schedule Schedule Вот То есть Вот это поле Мы пытаемся Вынуть Вот таким Вот образом Давайте Стартанем И увидим Что у нас В действительности Вот это поле Прочиталось То есть Повторю Хардкодить Вот так жестко Это не самая Лучшая идея Все же Это у нас Некие настроечные Файлы И их лучше Вынести В соответствующие Файлы И Как мы видим Все Все работает То есть Мы прочитали Из настроечных Файлов Наше Значение Вот Schedule Work Читается Как строка Прошу Обратить Кстати Внимание Окей 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 То есть Это Скажем так Два Простых Простых Варианта Как вы Можете Описать Своё Расписание Более 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 Тонкая Настройка У нас Используются Кроны 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 Те кто работал В Unix Подобных В Unix В Unix Подобных Да Они этот Крон Должны Знать То есть Используется Крон Like Expression Здесь вы можете Более тонко Настроить Более четко Настроить В отличие В отличие От этих Простых Методов Здесь Я вот Вам Оставлю Ссылку Каким Образом Каким Образом Все это Дело Формируется Этот Кроны Можете 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 Здесь Почитать 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 Давайте Давайте Сделаем Простой Вариант Кроны Как Он Мог Выглядеть Как Он Мог Выглядеть Так Я Это Просто Закомментирую И Так Скину И Пишу Крон Здесь У нас Передается Строковое Значение Строковое Значение Пишем Значит Я Сделаю Аналог Аналог Вот Те же Самые 5 секунд Только Здесь Скажем Вот За этими Звездочками Шифруется У нас Так Раз Два Три Четыре Шифруется За этими Звездочками Шифруется Давайте То есть Second Minute Хоу То есть Вот Порядок Посмотрите Посмотрите Как Это Можно Сформировать То есть Это Зависит От вашего Я хочу Просто Простой Вариант Показать Давайте Запустим И Увидим Что Наш Крон Он Он Также Работает То есть Здесь Подразумевается Что Каждые 5 Секунд Каждые 5 Секунд И Как Мы Видим Все Прекрасно Работает Все Прекрасно Работает Каждые 5 Секунд Каждые 5 Секунд Выполняется Выполняется Наша Наша Работа То есть Крон Вы используете Для Скажем так Для более Тонкой Для более Тонкой Настройки Так 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 Теперь Теперь Поговорим О Давайте Я Вот Эту Аннотацию Отсюда Уберу И И И Поговорим О том Как Можно Создать Некий Некий Экзекьютор Для Тасков По Расписанию Некий Экзекьютор Для Тасков По Расписанию Здесь Мы Создадим Значит Schedule Schedule Config Schedule Config Здесь Нам Нужно Имплементить Следующий Интерфейс Schedule Schedule Configuror И Соответственно Реализовать Реализовать Метод Помечаем Что Это У нас Configuration Configuration Делаем Enable Schedule Здесь В одно Место Собираем Аннотации Которые У нас Относится 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 Здесь Вот этот Task Registration И Здесь Нам Нужно Установить Set 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 Допустим Schedule Пока 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 Неизвестно Что сюда Вставлять Создаем Бин Создаем Бин То есть Это уже У нас Configuration Значит Мы можем Здесь Спокойно Бины Создавать И пишем Public Executor То есть Мы создаем Наш Executor Допустим Назовем его Task Executor Так И мы возвращаем Используем Используем Где у нас Executors Вот Вот этот Вот New Вот 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 Давайте Вот такой Просто Вариант Я его Взял Из документации Документацию Ссылку Я вам Оставлю То есть Я просто Просто Хочу вам Показать Как это Все Можно Настроить И Здесь И Здесь Мы Вызываем Вот Task Все Готово 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 Почти Готово Здесь Согласно Документации Нам Нужно Нам Нужно Еще Destroy Method Указать Destroy Destroy Method И он У нас Shutdown 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 То Что Подчеркнуто Не Обращайте Внимание Я это Не просто Так Взял Я Вот Вам Оставлю Оставлю Документацию Документацию Вот Видите Здесь Destroy Method Shutdown Чтобы Обеспечить Shutdown Короче Shutdown Когда Spring У нас Контекст Закрывается Корректно Корректно Закрытие Вот 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 Таким Образом Вы можете Настроить Свой Skill Но Что здесь Важно Понимать Скажем Так Я Вот Еще Смотрел Предварительно И Здесь Человек Спрашивал Как Можно Настроить Скажем Так Свой Конкретный Экзекьютор Нет Нет Вот 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 Как Можно Настроить Свой Экзекьютор Под Конкретную Задачу И Здесь Я Соглас С Таким Ответом Что Нет 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 Так Это Не то Что Это Невозможно На Текущий Момент То Есть Вы Конфигурируете Один Один Общий Общий Пул Для Работы С Теми Задачами Которые У вас Предназначены Для Работы По Расписанию Либо Вам Нужно Будет Самостоятельно Создать Каким То Образом Пул Там Его Организовать Организовать Его Работу А можно 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 Только Я Правда Не очень Вижу Зачем Отдельно Под Каждую Задачу Это Все равно Все Делается Асинхронно У вас Ладно Ладно Может Кому-то В действительности Это Это Нужно И Необходимо Итак 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 Давайте Основные Здесь в принципе Рассказывать Это нечего Повторять Тоже Нечего Основные Моменты Какие Поэтому Быстро Пробежимся Во-первых Что вам Нужно Вам Нужен Компонент В котором Будут Методы Методы Которые Вы Хотите Чтобы Выполнялись По Расписанию Их Вы Помечаете Аннотацией Скидал И Одним Из Возможных Способов Помечаете Расписание То есть Вы можете Использовать Крон Для Более Скажем так Изощренного Изощренного Расписания Или Можете Использовать Простые Fixed Рейты Или Fixed Делее Разницу Между ними Мы уже Рассмотрели Затем Затем Вот Вот этот Компонент У нас Сформировали Сформировали Теперь нам Нужно Пометить Аннотации То есть Либо Configuration Какой-нибудь Файл Enable Schedule Который Вам Если Вы Вот это Не Описываете Экзекьютор Который Вам Поставит Некий Дефолтный Экзекьютор Либо Либо Берем Создаем Специальный Configuration Файл Имплемент Со Schedule Configuration И Реализуем Configuration Task Который У нас Примет Какой-то Экзекьютор Экзекьютор Вы Ну Здесь Создаете Какой-то Экзекьютор И Настраиваете Его Вот Таким Вот Простым Образом Все это Можно Осуществить Ссылки Ссылки Вот На Документацию В принципе Здесь Все очень Понятно Все логично И Как Составлять Этот Как Пользоваться Этим Кроном Я Вам Оставлю Окей Пожалуй Пожалуй На этом Все Изучайте Spring Кто Хочет Быть Спаймером Становите Спаймером А мы Едем Дальше See you Next time Субтитры